ну что друзья близится новый год там даже у нас флаг есть развивается наверно в честь праздника какого-то а вот там нас лахта центр в тумане как в тумане низкая облачность для питера это норма а вот тут у нас елочка красавица до нового года остались считанные дни а мы сегодня с вами будем снимать что обзорчик обзорчик на что на новиночку от компании аура пить и сколько машин машин в мегаполисе просто немерено и в каждой в каждой есть автозвук в каждой есть магнитола динамики а в некоторых даже усилитель вот о нем ребяточки сегодня речь и пойдет итак друзья вот этот усилитель от компании аура это моноблок линейки fireball называется он fireball d1 . 600 вот написано у него максимально 601 ватт ну и давайте посмотрим какие у нас здесь заявочки на коробке здесь вот кстати сразу же есть размерчики значит у него 54 толщина ну и здесь 180 на 176 миллиметров достаточно компактный моноблок да еще хотел бы сказать что недавно на моем канале был обзорчик на новинку от компании аура это 2 динова головное устройство веном de 762 de espy очень интересное головное устройство и мощная 4 по 141 это максимальная и номинальная выходная мощность 4 по 71 ватт ребятушки так что кому интересно обязательно посмотрите ссылочка сейчас вот здесь плывет ну или я оставлю ее в описании ну можете поиском пробежаться по каналу и найдете в последних видео тоже интересная очень магнитола от компании аура линейки веном вот ну а мы вернемся к нашему усилителю к нашему моноблоку линейки fireball и так давайте зайдем на сайт производителей посмотрим что он здесь заявляет по поводу данного усилителя значит fireball d1 . 600 и цена 6490 рублей на момент съемки данного видео усилитель одноканальный класс d дистанционный регулятор громкости в комплекте номинальная мощность при 4 ом 260 ватт на 1 канал номинальная мощность при 2 ом 450 ватт на 1 канал номинальная мощность при 1 ом 600 ватт на 1 канал фильтр lp fi от 50 до 250 герц сапсоник фильтр от 10 до 50 герц bass boost от 0 до 12 децибел входная чувствительность 200 милливольт 3 6 вольт частотный диапазон от 10 до 250 герц коэффициент нелинейных искажений не менее 0,01 процента соотношение сигнал шум не более 85 децибел это вот ребятушки такие параметры заявленные производителем вы давайте вскроем коробочку посмотрим что там нас внутри вскрываем так что у нас здесь встречает нас тут инструкция как я понимаю в линейке два моноблока два усилителя линейки фэрбол это 600 на 600 ватт который мы сейчас скрываем и 1000 еще есть на 1000 ватт то у нас здесь значит вступление основные функции характеристики подробные подключение питания тут все расписано пожалуйста не запутаетесь подключение к магнитоле а также подключение сабвуферных динамиков с подробными схемами подключения с разными катушками там один плюс один два плюс два четыре в общем замечательно не надо лезть в интернет здесь все это есть все эти схемы также здесь пост неисправностей гарантийный талон и условия гарантийного обслуживания замечательная подробная инструкция полезная очень интересная мало кто такие инструкции делать из производителей также здесь такая наклеечка прикольная стильная брендовая аура серого цвета очень качественная такая сделана вообще прикольная стильно можно наклеить себе куда-нибудь ну на заднее стекло то так точно или на корпус сабвуфером и сам моноблок здесь еще пакетик силикогеля замечательно что производитель заботится о своем продукте чтобы он доехал целости сохранности перепады температур на него не повлияли так здесь у нас пакетик пакетики еще один пакетик в нем находится два предохранителя по 30 ампер номинал 4 саморезика для крепления усилителя очень добротные хорошие с гроверной шайбой специальные а чтобы от вибрации ничего не открутилось очень хорошие качественные и два саморезика маленьких небольших для того чтобы закрепить вот этот дистанционный пультик управления так пультик управления у нас выполнен из пластика вот корпус небольшой маленький аккуратный все здесь как бы привычно и нормально длина кабеля где-то стандартно метров пять он тоненький что немаловажно и удобно в прокладке достаточно гибкий и у него коннектор интересный первый раз такое вижу он не стандарта вот компьютерного до штекера который обычно в роут расставлять а уменьшенный его вариант такая вилочка аккуратненько интересное решение сама крутилочка мягкая плавная уверенно ничего не расхлябана здесь есть индикатор включения моноблока усилителя power ну и здесь несколько таких делений минимум максимум ну и чтобы закрепить данную коробочку можете в удобное для вас место использовать вот сюда на площадку 3м скотч ну или же закрепить на саморезе ки сам моноблок идет вот в такой толстой картонной упаковке здесь все надежно зафиксировано давайте достанем так на задней стороне данного моноблока усилителя мы видим серийный номер quality control пасет наклеечка о том что прошел данный усилитель в контроль качества то есть все с ним хорошо и наклеечка гарантина который неизбежно порвется если вы захотите открутить вот эти четыре шурупчика чтобы снять заднюю крышку также мы видим хорошие надежные ножки для крепления данного моноблока они металлические прочные надежные ну и сам конструктив него внушает доверие да ребята внешний вид у него конечно очень красивый интересный цвет он какой-то не знаю ли аллы или бордовый ну очень очень такой богатый интересный оттенок даже как-то под углом меняет свой цвет и не знаю передает ли это видео вам видно но смотрится очень хорошо у него развиты ребра охлаждения как мы видим да а также здесь есть пассивное охлаждение даже видно насквозь здесь есть много перфораций по корпусу так что охлаждение данного моноблока будет на уровне на высоте ну и давайте посмотрим что у нас здесь здесь у нас одна пара rc разъемов для подключения далее идет крутилочка гейна здесь можно поменять также фазу 0 180 градусов sub sonic здесь есть эта подрезка снизу чтобы ваш сабвуфер не воспроизводил инфра низкие частоты которые нагружают его ну тем не менее вы их не слышите также здесь есть bass boost от 0 до 12 децибел и low pass фильтр это подрезка сверху на 50 до 250 герц ну и подключать пультик дистанционное управление вот этот вот разъемчик также здесь у нас с этой стороны есть силовые терминалы значит это у нас минус управляющий провод плюс 2 предохранителя лампочка power вот здесь у нас вот так вот аккуратненько скрылась и подключение акустики динамиков сабвуферных два плюса два минуса здесь у нас все это дело под крестовую отвертку это очень удобно потому что ну крестовая отвертка она всегда у вас есть хозяйстве а если шестиграничек ну его сложно все-таки найти но при этом здесь конечно под лопаточку все это дело видите да зажимается некоторым нравится некоторым не нравится нужно понимать это все-таки усилитель начальной бюджетной линейки так что здесь вот так вот ну и давайте интереса ради его подключим и немножко погоняем погнали и так друзья вот подключил данный моноблок значит будем смотреть как он работает на сабике от компании аура это indigo 12 d2 обзор кстати есть на него у меня на канале ссылочка сейчас здесь плывет правом верхнем углу ну или поищите мне на канале также если не забуду оставлю в описании у него значит мощность rms 751 заявочка а максимум полторашечка кстати классный сабик у него летая корзина ну в общем подробности посмотрите в обзоре он у нас в экспо коробе вот таком прекрасном и здесь у нас сейчас как вы видите мы пишем через интерфейс от датчика этого из басмета третья версия ну так ради прикола понимаю потому что замерять по правильному нужно в автомобиле но мы так в демонстративных целях сейчас это все снимаем чтобы ну какая-то информация была также был датчик вот у меня подключен думал замерю мощность от renovation sound но он какую-то муку показывает на мощностях не менее там 1000 ватт хотя здесь написано от 0 до 60000 ватт в общем я пробовал он показывает максимум 56 я не знаю что это куда это к чему это что это за говнище стоит 5800 так заявку он свою не исполняет 30 герц вот значит моноблок подключен сейчас посмотрим на ход сабвуфера ну и чем здесь надо это ради прикола опять-таки же повторяюсь так здесь у нас гейн на минимумами кстати вот горит диодик на регуляторе синим цветом и здесь у нас power тоже лампочка синим цветом так 30 герц смотрим у нас вот здесь на максимум все да давайте тоже здесь сейчас на регуляторе накрутим на максимум пакет засосал я хотел достать пакет час достану покажу вам ход еще разочек так нажимаем 30 герц его просто туда засаснуть он улетает но вот такие приколы ребятушки давайте еще ну я хотел бы показать вам где-то ну 26 26 25 ну пусть будет 25 так 25 такой малыш поднагрелся да чуть-чуть ну вообще так слегонца качает вот такую двинаху серьезную причем это линейка индиго а это линейка у нас fireball ребяточки то есть начальная линейка сабвик у нас линеечкой постарше будет вот все равно докачает хотя конечно я не рекомендую такую связку но в принципе можно попробовать почему бы и нет так здесь у нас 25 герц уже запущено погнали посмотрим 25 герц ход это у нас 9 часов ну вот макс 25 герц вот видим он до показывает каких-то 12 пиши то за такой прибор от реновешен саунд ну качает он прикольно 25 герц даже так ну давайте чего-нибудь герц так повышенных на на 41 на 40 давайте на 40 еще послушаем как он у нас играет уши закладывают ну что ребятушки хотелось бы сказать 601 ватт д класс моноблок вот моя рука вот его размеры вот видите он компактный куда угодно вы его установите неплохо раскачивает саббик даже линейки постарше линейки индиго а у него есть в своей линейке фаербол специально как говорится для него заточенные сабвуферы как раз эта линейка и позиционируется то есть покупаешь моноблок фаербол и покупаешь сабвуфер тоже фаербол для зая то есть для каких-то искюшных сабов он пойдет на ура просто великолепно ну и вообще для фазоинверторных небольших таких аккуратненьких коробочков тоже вполне себе пойдет ну и на этом наверное все ребятушки спасибо что посмотрели данное видео до конца надеюсь вам понравилось данный видос ставьте лайки пишите свои комментарии до новых встреч пока пока до новых встреч